Субтитры создавал DimaTorzok Вечером возвращался домой 13 лет я проработал в городе Славянске Но всем был известный событий Скажите, сейчас получилось, что Барвинково в одной области Славянск в другой области Ментально эти два города как-то отличаются? Вы же жили, знаете тех людей? Я знаю и тех людей, и других людей Вот эти люди, которые занимались, готовились к провокации Просто поддержки людей в Харьковской области Как в Днепропетровской, как в Запорожской, и в Одесской Они не имели В свое время многие люди были в 37-м году настоящие украинцы Были истреблены Голодомор, геноцид И мы все знаем хорошо историю И вместо этих людей приехали люди из Российской Федерации В то время Советской Республики Воздух Воздух Сейчас, может быть, откопствую Сепаратору Отбой! Было искусственное переселение Вместо граждан Украины Кострома, Нижний Новгород И так далее Вот сейчас электорат Путинский электорат Это их внуки, правнуки Я думаю, это одна из причин Вы, я так понял, знаете Вот здесь же недалеко упал вертолет, да? Ну, на наших глазах На ваших глазах Расскажите, как это было и вообще Что это было вообще? Я думаю, это была охота За тремя хорошими специалистами Из мониторинговой группы С другом Эти ребята за два дня до этих событий У нас обедали, мы с ними пили чай, общались И они летели на Карачун Устанавливать мониторинговую аппаратуру Почему этот вертолет летел сам Ми-8 Без прикрытия Без Мига-24 Мы не знаем Люди, которые с ПЗРК сбили этот вертолет Они знали, кто там летит Сбили профессионально С первого выстрела Вот и все То есть слив информации Я думаю, лицо сепаратистов Уже ни для кого не секрет Они думали, что на украинской земле Их ожидает сафари Когда Кадыров Первые кадыровцы Бойцы батальона «Восток» Только заезжали сюда Кадыров выступил с очень громким заявлением Что когда мои люди войдут на территорию Украины Украинская армия будет бежать аж до самого Киева Многие буйные головы Сотни буйных голов Поняли, что Украина это не сафари Сафари не получилось Похоронены в траншее В каналах Потому что у них нету возможности часто Вывести трупы Скидываются в озера В реки И так дальше Также точно с русскими Донскими казаками Которые на проверку оказались вояками никудышними У меня семья У меня двое детей У меня молодая красивая жена И вообще я в жизни не есть лузер Я довольно-таки нормальный и удачный человек И все в моей жизни хорошо Тут средствами массовой информации России Муссируются такие слухи Что в национальной гвардии воюют неудачники Уголовники Криминальное требие И все люди социально не сложившиеся Я вам скажу Здесь у нас достаточно интеллигентных Грамотных людей Есть даже в нашем подразделении Два генеральных директора фирмы То есть с IQ у нас проблем нет С патриотизмом у нас проблем нет С боевым духом у нас проблем нет Последней каплей моего терпения Когда я уже понял Что я не могу оставаться дома И быть диванным патриотом Когда на мою землю Пришли кадыровские чеченцы Моя жена поняла Что все ее потуги Удержать меня дома Не увенчаются успехом И я ей сказал Что мне здесь на войне Будет морально намного легче Чем дома Спереди вас Вот впереди вас Находится Славяц За 6 километров отсюда Тоже территория города Славянска К сожалению это пока не наша территория И по непонятным для нас Причина она не наша То есть для того чтобы выполнить Боевую задачу у нас есть Желание, возможности, сил и средства Недостаточное конечно Вот В свете того что наш противник Каждую ночь, каждые сутки Подвозит новые, новые виды вооружения Новые Нона Танки Т-64 Российские бронетранспортеры ПЗРК ПТУРС ФАГОД Кассетные снаряды Вот У нас достаточно средств У нас достаточно хороших Действительно хороших БТРов Вот У нас есть боевая авиация Вот Почему авиация Находится в Василькове А не отрабатывает здесь Вопрос Вопрос Мы не знаем ответ Быстро закончить войну Большим людям В кожаных дорогих креслах Просто невыгодно Не все деньги разворованы Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok